Тема педагогики и воспитания детей часто поднималась в различных экспозициях музея-заповедника, ведь жена Владимира Ленина, Надежда Константиновна Крупская, стояла у истоков народного образования молодой республики. Пришло время заглянуть в дореволюционную эпоху. Из усадеб вышли многие поэты, писатели, музыканты и прочие видные деятели, как политики какие-то, управленцы государственные, так и деятели искусств. И здесь, конечно, мы можем с вами видеть какие-то предметы, которые влияли на процесс становления человека как личности. Автор выставки Евгения Снеговская отмечает, что предметом изучения в данном случае стали не аспекты образования, а атмосфера, в которой вырастал ребенок. Несколько экспонатов посетители увидят впервые. Очень интересный вот этот альбом, тоже экспонируется он впервые, на 1914 год. Интересен он тем, что внутри на каждом листе написано послание владелицы, для которой пишется этот альбом. Ну, как сегодня мы бы сказали, это некая анкета или что-то подобное, то, что собирали друзья для своей подруги. Выставка получила название «Пенаты юности моей» и условно разделена на две части воспитания мальчиков и воспитания девочек. Девочки, конечно, в первую очередь воспитывались как матери будущей, как хозяйки, как продолжатели неких традиций, ремесел, которые использовались в усадьбах и были частью дворянского быта. Мальчики воспитывались в атмосфере служения Родине, и в них прежде всего пестовались лидерские качества характера. На выставке представлены редкие образцы холодного оружия. Из частного собрания, это образцы войны 1812 года, период наполеоновских войн, это Франция. Абсолютно уникальный экспонат, у нас есть заключение экспертов на данные сабли, данные виды оружия. Здесь же открытки того же периода. Выставка расположена в южном флигеле усадьбы Горки и будет работать три месяца. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова